Доброе утро, проект Карьера Онлайн. Сегодня у меня очень интересная тема для планерки, потому что, я думаю, на планерках редко проводят, в основном у нас семинары даже по таким темам идут. И я на первый слайд поставила цитату Роберта Киосаки «Единственная разница между богатыми и бедными – это то, как они используют свое время». «И скажите мне, пожалуйста, зачем вы пришли в наш проект? С какой целью?» Кто-то, может быть, пришел, потому что ему косметика нравится там. Кто-то витаминки себе покупает, говорит, вот я в Риклен только витаминки беру. Кто-то пришел сюда бизнес строить. Напишите, пожалуйста, зачем вы пришли в этот проект? Ага, исполнять свои мечты, помогать людям исполнять свои. Даша, мечты материальные или нематериальные? А пока вы пишете, я немножко о себе расскажу для тех, кто еще со мной не знаком. Меня зовут Анна Вертей. В проекте я уже год, даже чуть-чуть немножко побольше. В 2014 году я закончила университет и получила три высших образования по специальности экономист, бухгалтер и переводчик английского языка. Я уже 5 лет вегетарианка, веду здоровый образ жизни, регулярно занимаюсь йогой, закаливанием, постоянно самосовершенствуюсь, посещаю различные тренинги и делюсь с вами своим опытом. То есть, все, что я сегодня буду рассказывать, это результат моих наработок за год, различных тренингов. Я никогда не работала по найму. Меня в проект пригласила наша супер-мега-красавица, просто великолепная девушка, бизнес-леди. И в скором времени еще и будет мама. Это Анютка Салимова. Я очень горда тем, что у меня такая замечательная подруга. И Лиля постоянно мотивирует к тому, чтобы развиваться. И поэтому я сегодня выбрала такую тему, чтобы вас немножко тоже продвивать. Ага, эти и другие. Понятно, отлично. Скажите, а кто-нибудь пришел сюда в проект, чтобы зарабатывать деньги? Потому что, например, я знаю очень много историй, когда люди пришли в проект именно для того, чтобы зарабатывать деньги. Потому что зарплата воспитателя, логопеда в школе, нянечки, учителя очень, ну, я бы мягко говоря, такие, ну, не сильно высокие. И это еще как источник дополнительного дохода. Ага. Ну да, естественно, деньги зарабатывают. И давайте ответим тогда на такой вопрос. Зачем мы тратим деньги, по-вашему? То есть, зачем мы вообще этим занимаемся? Ну, Даша говорит то, что мечты исполняются. То есть, мы деньги на мечты тратим. Правильно бывает такое? Еще на что мы тратим деньги? Ага, для официального заработка. Вот, супер, Наташа. Ну, все-таки бизнес – это такое дело, которое у нас очень сильно завязано на финансах, на деньгах. Правильно? Поэтому я сегодня этой темой выбрала нашу планерку. Напишите, пожалуйста, зачем мы тратим деньги. Вообще тут можно прям список из ста пунктов написать, зачем мы их тратим. Но общая тематика будет как бы одна. Для удовлетворения потребностей. Супер. Может быть, кто-то тратит деньги, чтобы себе дом купить, потому что сейчас по съемным квартирам, например, получается вот так вот только жить. А хочется чего-то. То есть мы тратим деньги и получаем какие-то эмоции. Правильно? То есть мы тратим деньги за эмоции. У нас эмоции бывают двух видов. Это краткосрочные такие, короткие, и долгие. Долгие – это покупка дома, автомобиля. Это какое-то путешествие там незабываемое, о котором вы будете всю жизнь вспоминать. Это какие-то вот такие вещи, которые вы будете прямо очень долго помнить. Может быть, это какой-то супер-мега-крутой тренинг, на который вы там не решались пойти, а сходили, он вашу жизнь изменил. Может быть, это, ну вот когда короткие цели – это пойти в магазин шоколадку купить. Вы купили шоколадку, порадовались, съели ее, но вы же не будете всю жизнь помнить, что вы купили эту именно шоколадку. Вот. И, то есть, ну, любая покупка, любая трата денег вызывает у нас какие-то эмоции. Это могут быть позитивные эмоции, как счастье, восторг, удовлетворение какое-то. И могут быть эмоции, которые нам, я бы сказала, опыт какой-то приносит. То есть, да. Вот. Супер, Наташа. И у человека, когда мы тратим деньги, возникают определенного рода иллюзии. То есть, у нас возникает иллюзия, что нужно больше зарабатывать, когда нам не хватает на что-то. Что значит, почему это именно иллюзия? Очень многие люди говорят, мне нужно больше зарабатывать денег, чтобы я себе мог позволить то-то, то-то, то-то. На самом деле, если вы говорите, что нужно больше зарабатывать, чтобы вы себе могли позволить вот это, это ничего не изменит, поскольку с возрастанием ваших доходов, так же возрастут расходы. Кто-то может сейчас со мной не согласиться, но потом я объясню, почему именно я так выразилась. Также еще одна иллюзия, что большие доходы решают все проблемы. Все говорят, вот, есть деньги и проблем вообще никаких абсолютно нет. То есть, то, что большими доходами можно все свои проблемы решить. На самом деле, когда у вас доходы возрастают, у вас возрастают и потребности. У вас становятся какие-то новые потребности, и они становятся более масштабными. То есть, в любом случае, с ростом доходов у вас проблемы все не решатся. Ну, и об этом нужно помнить. Также есть третья иллюзия. Теперь я не буду экономить, ну, потому что у меня денег много, экономить я не собираюсь. Ну, так же с ростом потребностей все равно приходится себя сдерживать в каких-то моментах. Например, вы стали зарабатывать вместо 50 тысяч 100 тысяч, но вы, например, вам тяжело будет устроить себе там, ну, я не знаю, какое-нибудь годовое путешествие вокруг света, на лайнеры мечты, там, ну, я не знаю, к примеру, или там в космос летать, потому что это у вас все равно финансы не позволяют пока что это сделать, если вы будете просто тратить, не экономля. Также есть еще такая иллюзия, называется куплю по акции. Вот скажите, тут в основном у нас девушки в комнате, кто у нас заходит в гипермаркет, супермаркет и видит, о, там, баночка зеленого горошка, сегодня там три по цене двух, давайте возьмем этот горошек, потому что там у нас баночка, считай, бесплатно выходит там, или, ну, с чем угодно. То есть у нас постоянно на прилавках продаются какие-то товары по акциям, часто такие распродажи устраивают. Вот скажите, кто в этих акциях постоянно себе берет что-то покупает, даже если ему это не нужно. У него стоит эта баночка горошка уже там полгода, уже пылью покрылась, а он все ее не ест. Думает, блин, ну когда-нибудь сделаю себе оливье. У кого такое бывает? Потому что, скажите, а меня в камеру видно? Потому что у меня вроде горит камера, а не высвечивается, что у меня видео есть. Меня видно, не видно? Не видно, понятно. Ну ладно, не судьба. Не судьба, хотя я сегодня так красиво оделась, ну ладно. Я тоже по акциям бывает иногда покупаю какие-то вещи, но в основном это происходит так, что я иду за какой-то конкретной вещью, то есть за тем же зеленым горошком, и смотрю, что именно сегодня стоит пакет мороженого горошка, два по цене одного. Но это происходит на товарах, которые мне нужны, которые мне не нужны, я стараюсь вообще не покупать. Потому что это просто бессмысленная трата денег. У тебя будут стоять полотенчики эти, или там, не знаю, какие-то коробки конфет, и очень долго пылиться, и ждать, пока ты ими воспользуешься. Так что по акциям тоже нужно отслеживать. Для этого лучше всего составлять себе список покупок, чтобы у вас деньги не уходили в трубу. Также, что мы делаем с помощью денег? Мы берем и поправляем себе настроение. В различных магазинах. Конфеты не запылились. Например, мы думаем, вот я сегодня такая расстроенная, особенно это у девушек часто происходит. Я сегодня такая расстроенная, что-то у меня нет, то пойду я шопинг себе устрою. И начинаем тратить деньги, потратили, в общем, половину зарплаты, и думаем, ну, вроде все замечательно. Ну, как бы и не представляем дальше, на что нам оставшийся месяц жить, потому что мы большую часть денег потратили. Но мы себе настроение подняли, мы молодцы, мы хорошие, ничего, мы уже, если что, попросим денег. То есть такое бывает, что мы с помощью денег берем и поправляем все настроения. Мужчин тоже такое бывает, когда непреднамеренные такие покупки, например, зашел в какое-нибудь NVIDIA или Lidora, я думаю, ну, так вот, пойду посмотрю, сколько стоит там какой-нибудь планшет или, не знаю, бритва, и может что угодно купить. Потому что вот у меня муж тоже бывает, как-то мы с ним зашли в магазин и вышли оттуда с блендером. Вот, это было очень забавно, потому что я не планировала его покупать. Вот, но все равно это полезная такая вещь в хозяйстве. А иногда бывает, что просто бесполезные вещи. То есть купили себе что-нибудь, ведь у вас это лежит. Вот, с этим тоже так аккуратнее смотрите, чтобы у вас были какие-то постоянные, фиксированные источники. Нет, ну, как это назвать? В общем, сумма, которую вы можете потратить на непредвиденные расходы. Вот так. Это примерно 5% от вашей зарплаты. Если откладывать каждый месяц, то можно составить себе такой хороший запас финансов на черный день, на день депрессии или еще на какие-то моменты, когда вы можете себе поправить настроение. Только на эти деньги. Вы говорите, хорошо, я себе поправлю настроение, но вот на эту зарплату я не трачу. Вот, и что же делать, раз у нас такие вот, у нас существуют различные иллюзии, да, и еще есть у нас три выхода. Что делать, если нас не устраивает финансы? Первое – это смириться. То есть занизить свои ожидания стандарта. Говорить, хорошо, я раньше покупал трехслойную бумагу, там туалетную, сегодня буду, а сейчас буду двухслойную покупать, она вроде как дешевле, ну вот занижу, ну к примеру, вот, или еще на какие-то вещи. То есть вы проживаете эконом-жизнь. Вторая дорога – это подождать, вдруг все наладится. Но, как правило, это редко помогает, когда вы думаете, вот сейчас период кризиса, а потом через два года все будет супер, у меня дела в гору пойдут. Если вы не измените свою жизнь, не измените подход к финансам, ваша жизнь тоже не поменяется. И третий путь – это научиться управлять деньги. Это самый вообще оптимальный путь, когда можно научиться управлять даже той суммой, которая вас не устраивает. Например, вы думаете, что вы мало зарабатываете. На самом деле, у вас будет, даже с той зарплаты, вы сможете себе создать эффективный источник, чтобы дальше увеличивать свои финансы. Вот так. Про то, как лучше всего управлять деньгами, я хочу вам порекомендовать книжку такую, Роберта Киасаки, называется «Богатый папа, бедный папа». Скажите, вам видно, не видно? У меня видео может немножко тормаживать, но как бы я с вами. Они бывают в разных форматах, там целая серия книжек. Это самая первая книжка. Здесь рассказывается о том, как Роберт Киасаки научился создавать источник дохода свой, самый первый, и вообще, как он развивался. Но это очень полезная в плане финансов, в плане управления финансов книжка. И он напоминает в своей книжке, что первое, что он прочитал, почему он загорелся идеей зарабатывать, как книжка была такой мотивирующей у него. Да, точно. Вот, прочитай. Но в магазине книги сейчас Киасаки стоят в среднем где-то от 500 рублей. Вот такая тоненькая книжка. Так что, если у вас есть возможность скачать в аудио варианте бесплатно или в электронном виде бесплатно, я думаю, это будет лучше. Но я люблю бумажный вариант, поэтому я книжки покупаю. Вот, и Киасаки говорил про такую книжку Джорджа Клейсона, «Это самый богатый человек в Вавилоне». Вот так книга выглядит. Здесь рассказывается про бедного человека, который решил стать богатым. И он пошел к своему знакомому, который ему рассказал секрет богатства. То есть, чем богатый отличается от бедных. Ага, супер, Маш, классно. Вот, это тоже такая супер книжка. Она написана в форме рассказа, я бы даже так сказала. Там очень много моментов про финансы. Вы все записываете, делаете пометки, кто не читал эти книжки, поскольку в них очень доступно и понятно все объясняется. И о чем же я хотела конкретно про деньги сегодня поговорить? Я сегодня вам открою 6 секретов личных финансов. Что же делать, чтобы у вас наладилась финансовая ситуация ваша? Или вы смогли как-то помочь, может быть, своим близким? Вот. Первый секрет – это деньги приходят только на ваши цели. Деньги у вас никогда не придут просто так с неба, если у вас не будет конкретной цели. Поскольку, во-первых, Вселенная думает, ну, зачем этому человеку давать возможности, давать какие-то энергии, финансы, если он не хочет на что-то их тратить, смысл. И, конечно, если человек концентрирует свое внимание на поставленной цели, сразу он начинает замечать все возможности, которые ему Вселенная посылает, и открывает новые какие-то в себе способности, которые будут его двигать к этим целям. Существует три уровня финансовых целей. Первый – это финансовая безопасность. Она высчитывается как текущие ваши расходы, умножаются на 6. Столько вы должны зарабатывать, чтобы вы были финансово защищены. Если у вас, не дай бог, сломали ногу, вы не можете ходить на работу, отключили интернет, я не знаю, что-то, какая-то сложная ситуация, чтобы у вас были доходы, чтобы вы могли не работать полгода. Это уровень финансовой безопасности. Второй – это финансовая независимость. То есть когда вы уже вообще не зависите ни от кого, это ваши минимальные расходы, умножаются на 150. Так они высчитываются. И последнее – это финансовая свобода. Да, уехали на Бали, хорошо. Миша, меня просто что-то поперло не туда. Так, финансовая свобода – это ваш желаемый доход, умножается на 150. То есть смотрите, в финансовой независимости ваши минимальные расходы умножаются, а в финансовой свободе – ваш желаемый доход. Можете сейчас прям посчитать, сделать расчеты, сколько вам на каждом уровне, какой у вас доход будет, чтобы понаблюдать. И потом уже спланировать, что же делать, чтобы у вас был такой доход. Так. Второй секрет личных финансов – это… Ту-ту-ту-ту-ту, барабанная дробь, слайд грозится долго. Это у нас… Сейчас подсказку свою открою. Это мышление богатого человека. Как я здесь в картинке вставила, что вся жизнь на 90% зависит от тебя самого, и лишь на 10% – это обстоятельства, которые на 99% зависят от тебя. То есть там какой-то один маленький-малюсенький сотый процент будет зависеть всего лишь от случая. Все зависит от нас самих. Наши доходы ограничены только нашим мозгом, то есть тем, что мы сами себе придумали, или то, что мы не придумали. Поэтому мы настраиваемся на мышление богатого человека. Читаем Киосаки «Богатый папа, бедный папа» там очень подробно про это рассказывается. Я на этом внимания акцентировать не буду. Вот. Но запомнили, да, записали себе второй секрет. И главная валюта мира – это время. Не тратьте свое время на какие-то пустые вещи, которые вам не нужны. Посмотрите тренинг, семинары по планированию. Как максимально оптимизировать ваш день. Не забывайте никогда про отдых, про какие-то часы, которые не будут включаться в план. На непредвиденные обстоятельства с запасом обязательно делайте. И можете для сравнения посчитать, сколько стоит час вашей работы или минута вашей работы. Сколько это стоит. И просто, ну, когда вы, например, идете в магазин и хотите купить какую-то вещь, которую вы думаете, что она вам нужна, может быть, не нужна. Вы оцените, сколько часов вы потратили на то, чтобы ее купить. Вот так. Это все очень легко рассчитывается простыми делениями. В математике, я думаю, все делить в школе научились. Так, следующий секрет финансов, третий. Это богатыми становятся по формуле богатства. У нас существует несколько формул, по которым живут люди. Первая – это формула банкротства. Когда наши доходы превышают, ой, когда наши расходы превышают наши доходы. То есть мы уходим в долги. Вторая – это формула бедности. Их существует две. Иногда люди себя так обманывают, говорят, а, нет, я не по формуле бедности живу, а по формуле богатства же накапливаю. На самом деле иногда люди себя обманывают. Первая формула бедности – это доходы за вычетом расходов равны нулю. То есть нет остатка никакого. И вторая – это доходы минус расходы равна такая вот дельта, ой, я тут не заменила букву, равна дельта. То есть это накопления какие-то наши, которые мы там не потратили или мы отложили на что-то, чтобы потом все-таки взять их потратить. И у нас будет равны нулю. То есть это деньги, которые никуда не вкладываются, а просто тратятся на что-то другое через определенное время. И существует формула богатства – это доходы минус расходы равна этой же дельта, то есть накопления, которое со временем у нас только приумножается, то есть она постоянно растущая. Всегда увеличивается свою способность зарабатывать деньги. Это очень важно, поскольку богатые деньги, ой, богатые люди, они всегда свои финансы куда-то инвестируют. Можно во вклады, можно в какие-то проекты инвестировать, там, в акции, ну, способов достаточно много. Куда можно инвестировать деньги. Следующий секрет богатства, ой, личных финансов – это управление финансами плюс экономия. У нас существует шесть источников дохода. Кто знает какие? Может мне кто-нибудь написать какие-нибудь источники дохода, которые вы знаете? Миш, напиши. Мне кажется, это прямо в теме. Хотя бы парочку. Может быть, кто-то читал Киосаки, вспомнит хотя бы четыре источника дохода. Никто не в курсе? Дайте мне обратную связь какую-нибудь, может, меня вообще не слышно. 15 человек в комнате, меня слышно или нет. Так, Даша, пиши шесть источников дохода и Наташа. Отлично. Ну, тогда давайте работать. Если вам не интересно, я вас здесь в комнате не держу. Просто никто не знает, видимо. Ну, где можно деньги, деньги где можно найти? Да, ну, хорошо, ладно. То есть, что можно делать, чтобы у вас был доход? Экономия. Экономия. Ага. Еще что? Там можно способов миллион написать. Да, работа, правильно. Это вообще самый первый источник дохода. Работа. А чем мы с вами занимаемся в Reflame? Выиграть. Кстати, да, тоже вариант. Ну, давайте я вот сейчас расскажу. Марина Дедюхина приводит такую классификацию. То есть, шесть основных источников дохода, да, наш бизнес. Это работа, то есть, по найму. Второе, это работа на себя, то есть, малый бизнес. Третье, это крупный бизнес. Четвертое, инвестиции, это вот по Киосаки, да, и она еще выделяет отдельно как социальные пособия и подарки. То есть, нам что-то приходит. Но инвестиции, это как раз проценты будут идти откуда. Пособия, это вот социальные пособия у нас приходят они. И подарки, то есть, это откуда-то к нам пришли. Ну, имеется в виду, что наследство, я думаю, то, что туда можно отнести, потому что это неожиданно, к нам раз что-то пришло там. Вот. Существует шесть источников дохода, которыми мы можем пользоваться всеми. Можем не всеми пользоваться. Также, что касается управления финансами, необходимо ввести учет финансов. Я каждый день, когда трачу денежку, когда получаю денежку, себе записываю в телефон, в приложение, сколько я получила, сколько я потратила. Потом анализирую, что же, куда же у меня ушли деньги, там, может быть, я где-то больше потратила, там, на что-то незапланированное. Как можно оптимизировать, ну, вот, то, куда у меня уходит все мои сбережения. Вот. Может быть, у меня наоборот, лучше дела стали там двигаться. То есть, постоянный анализ еще. Также, есть еще такое выражение, как финансовые привычки. Скажите, на что вы очень часто тратите деньги? То есть, у вас привычка, например. Может быть, привычка ездить на такси. Или привычка пить там кофе не из Макдональдса, а кофе из Старбакса. Ну, к примеру. Я так. По категориям, отмечаешь по категориям расходы. Не поняла, Лен. Я отмечаю и доходы, и расходы. Я все отмечаю. А потом соотношу, что у меня куда ушло по расходам, что куда ушло там. По расходам там тоже по разным классам. То есть, еда, не знаю, обучение. Такси – вредная привычка. Да, но разные привычки есть. То есть, у кого какие привычки, напишите. У меня привычка ездить на такси, когда я куда-то опаздываю. Не значит, что я всегда езжу на такси, потому что... Ага, сладкое. Ну да. То есть, вот существуют у нас какие-то привычки. Именно на что мы тратим деньги, когда... Ну, хотя этого можно не делать. Чтобы оптимизировать свои финансы и в некоторой степени ими управлять, вы пишите все свои финансовые привычки. То есть, на что у вас уходят деньги. Очень много там отслеживайте. Не знаю, например, у вас привычка каждый месяц покупать себе новое колечко. Ну, к примеру. Или каждый там... Не знаю... Каждый месяц на тренинг ходить. Но я считаю, что это полезная наоборот привычка, потому что я даже больше, чем каждый месяц хожу. Каждую неделю на тренинг хожу. Вот. И смотрите, сколько вы тратите денег. Например, на такси я трачу там в неделю, не знаю, тысячу рублей. Или там еще сколько-то. И смотрите, насколько вы готовы отказаться от этого. Это не значит, что нужно, может быть, совсем от привычки отказываться. Как делать так, чтобы у вас туда утекало меньше денег. Если вам это не нужно. То есть, вы знаете, что эта привычка вам не нужна. Вы можете свои привычки пересмотреть и выработать новые. Вот. Я вот пересмотрела свою привычку про такси. Я сейчас на такси езжу гораздо меньше. То есть, раньше у меня я чуть опаздываю, и сразу едва на такси. И уходило денег просто до моря. Хотя, ну, я знаю, что я могла бы доехать, например, на маршрутке. Ничего страшного со мной не произошло. Вот. И как бы все равно я и так уже опоздала. Хочется вроде опоздать, но не на совсем так много. Вот. Ну, то есть, пересмотреть свои финансовые привычки, куда у вас утекают деньги. Это понятно, да? Поставьте какие-нибудь смайлики, плюсики, что это ясно. Или вопрос позадавайте, как Лена. Еще такой, к четвертому секрету я отнесла, к управлению финансами. Это возвращение долгов. Очень часто там у нас бывает, не знаю, подружка заняла, или там маме не хватило на шубу, мы отдали. Или, я не знаю, еще куда-то. То есть, когда мы даем кому-то взаймы, а потом нам их очень долго не отдают. Например, вообще долго. Существует очень много методик по возвращению долгов. Я сейчас о них рассказывать не буду, потому что я уже не вписываюсь в рамки нашей планерки, но уже заканчиваю. Но можете себе посмотреть в Ютубе видеоролики или почитать различные статьи по поводу возвращения долгов. Потому что это, считай, ваши же деньги, но вложенные в кого-то. Вы готовы подарить свои деньги кому-то просто так? Я не говорю там про маму, если вы ей на самом деле подарили. А когда вы кому-то дали какую-то крупную сумму, вам просто не возвращают. Подумайте о том, что это ваши же деньги, которые вы могли бы отдать на обучение ребенка, на поездку куда-то классную. Вот, Маш, ну, посмотри, как это можно исправить. Есть еще такой метод, как накопление. Рекомендуют обычно 10% от суммы заработка. Если вы можете больше себе позволить, то больше. То есть вот Джордж Клейсон в своей книжке «Сам богатый человек» накрывает такой секрет, что если вы думаете, что вам не хватает денег, ну, совсем ни на что, то есть впритык, если вы будете забирать от вашего дохода одну десятую часть, то вы этого не заметите, ваша жизнь вообще не поменяется. Вот. И каждый месяц откладывайте эту сумму. И эта сумма поможет вам потом, ну, как бы, вложить ее еще куда-то и заработать еще больше денег, чтобы у вас был такой круговорот. Он говорит то, что каждая монета – это твой ребенок, который тебе потом будет приносить еще детей. То есть он будет приумножать твой капитал. И не трать его, а относись именно как к накоплению. Вот. Часто бывает, что мы накапливаем, а потом думаем, что вот, у меня не хватает денег там на заказ. У меня такое вот часто бывало, что не хватает на заказ там чуть-чуть, ну, там 200 рублей. Я забираю из суммы, которая у меня там отложенная моя. Так делать не надо. Вообще туда деньги, которые у вас отложены, совсем не лазите. Ну, это у вас будет неприкосновенный такой запас. А в плане инвестирования тоже можете посоветоваться и с финансовым аналитиком, и, может быть, вклад какой-то сделать, там, или в проект вложиться. То есть возможности инвестирования куча. Или, может быть, там, вы захотите недвижимостью позаниматься, там, на эти деньги. Пятый секрет денег – это что у денег своя математика. Ну, я говорила, что нужно разработать финансовый план. Лучше это делать с человеком, который занимается финансами. То есть это финансовые аналитики, финансовые консультанты. Вы, может быть, потратите на них какую-то часть своих денежек. Но это вам поможет в будущем потом уже все свои доходы, расходы оптимизировать и вести, как я говорила, учет и анализ доходов и расходов. Обязательно с анализом. Потому что если у вас просто будет учет, ну, записывайте, вы записывайте. А толку от того, что вы записываете все свои доходы, расходы, вам ничего это не даст. Обязательно анализируйте и планируйте, сколько на что вы можете, ну, как говорится, сколько на что вы должны тратить. Вот. И шестой секрет финансов – это если у вас нет плана богатства, у вас есть план бедности. Вот. То есть если вы не идете по плану богатства, вы не знаете, как идти по этому плану. Вы будете всегда жить по плану бедности. Про формулу я вот уже говорила, так что помните об этом. И это очень важно. Самые успешные люди в мире строят сети. Остальные ищут работу. Мы с вами строим сети. Это вообще суперклассно. И все финансово обеспеченные люди, которые знают, как зарабатывать деньги, как приумножать свой капитал, они знают, что сетевой бизнес, он самый прибыльный, самый крутой. Тут масса возможностей для развития существует. И в нашем бизнесе существует 8 источников дохода. По-моему, Оля Мальцева про это говорила. У нее был тренинг 8 видов заработка в Reflame. Я их просто перечислила. Так что потом, чтобы подробнее вам узнать про них, посмотрите ее запись. Запись ее вебинара. Я, по-моему, в каталоге наших вебинаров видела. 100%. Первый – это экономия. То есть мы экономим на том, что покупаем не в магазине, а у себя. Также мы получаем процент с разницей. Когда у нас кто-то заказывает, мы получаем эти проценты себе в доход. Нам возвращают от 3 до 21% личного объема покупок. То есть это наши процентные уровни. Подробно у нас все о большинстве, обо всех этих пунктах написано вот в таком плане успеха. Обязательно себе приобретите. Это настольная книжка каждого, я считаю, сетевика Reflame. Вот, с такой улыбающейся, прекрасной девушкой. Здесь написано просто все. И я думаю, когда вы прочитаете, вы поймете, как вам дальше двигаться. Что вам нужно конкретно делать, чтобы достичь необходимого уровня. Также у нас существует премия 5% с лидеров первого уровня, когда вы достигаете уже уровня директора. Туда повыше. Также... Так, вот. А, у меня тут пунктиком отдельно выделилось. Также мы получаем 1% за активность. Тоже в плане успеха можно об этом почитать. И у нас мы строим карьеру. То есть у нас все наши плюшки, ватрушки, которые мы получаем по различным акциям. То есть это программы различные, бонусы. Это тоже сюда входит. Вот. И что я бы еще хотела вам порекомендовать, почитать. Это Лиля мне, помню, тоже рекомендовала эту книжку. Наполеон Хилл. Думаю богатей. Вот у меня она в таком формате. Она бывает тоже в разных форматах. Здесь собрана история успеха различных людей. То есть Наполеон Хилл, он посвятил достаточное количество времени, там много лет жизни, сбору различных историй успеха людей своего времени. Это Генри Форда, это кого-то. Ну там прям очень много-много различных историй успеха. Я сейчас даже не вспомню всех. То есть там рассказывается про то, как они 30. Да, вот я точно не помню, то ли 30, то ли 20 лет он собирал вот эту информацию обо всем. То есть и посвятил свою жизнь этому. Сейчас есть фонд Наполеона Хилла, который занимается переизданием этих книжек. То есть регулярно дополняет их различными новыми историями, переиздает их и награждает различных людей в области именно приумножения своего капитала. Круто. И мне мой муж тоже порекомендовал такую книжку прочитать. Я вот ее прям только начинаю. Это Джон Ван Эйкен «Дневник сетевика». Тут очень круто рассказано про сетевой бизнес. Потому что я считаю, что все, кто в сетевом, должны знать хотя бы, что это такое. И тут прям подпись совета моего спонсора о том, как построить прибыльный и стабильно растущий сетевой бизнес. Крутая книжка. Хотя у меня муж не в сетевом, он уже все прочитал эту книжку. Говорит, круто, сетевая, это прям супер. Так что развивайтесь, читайте книжки. Если кому-то еще нужно продиктовать название или название чего, дневник сетевика. Джон Ван Эйкен, я вот так вот покажу, видно? Дневник сетевика. Ладно, в чат напишу. Сейчас напишу. Еще, может быть, у кого какие-то вопросы? Написала. Нормально, да, Даша? Все, остальных ты всех читала. Прям самый богатый человек в Вилоне, я думаю, самая первая книжка, с которой вам стоит вообще начать свое знакомство с области финансов. Потому что это вообще как Библия для любого и сетевика, и вообще успешного человека. Отлично, супер. Ну, наша планерка подошла к концу. Она у нас такая растянутая немножко. Так, Джордж Клейсен. Сейчас напишу тогда, Дашуль. Получилась такая объемная, прям, как целый тренинг. Благодарю вас за внимание. Было очень круто с вами работать. Вот. И пусть у вас у каждого вырастет такая денежная репка, с которой вы будете сидеть и думать, аж куда же мне это все потратить. Ну, понятно, что на цели. Но, в общем, желаю вам удачи. Продолжение следует...